Привет! Windows 7 выпущена в 2009 году, но даже сейчас, в 2020, она остаётся второй по популярности операционной системой в мире. Она достаточно стабильная даже сегодня, несмотря на то, что Microsoft прекратила поддержку этой операционной системы и перестала выпускать обновление безопасности и исправление ошибок. Из данной инструкции вы узнаете, как правильно установить и оптимально настроить операционную систему. Итак, давайте разберёмся, как установить Windows 7. Для того, чтобы установить Windows, нам нужно выполнить три шага. Первый шаг – создание загрузочной USB флешки. Второй шаг – настройка BIOS. Третий шаг – установка Windows 7. В описании к этому видео есть ссылки для быстрого перехода по видео, с помощью которых вы можете быстро перейти к нужной части. Первый шаг – создание загрузочной флешки. Найдите флешку объёмом не менее 4 гигабайтов. Если на флешке есть ценная информация, то перенесите её на компьютер. Теперь нам надо скачать образ Windows 7. Вы можете найти и скачать его в интернете, введя в поиске «Скачать Windows 7 MSDN». Я рекомендую скачивать образ официального сайта Microsoft. Итак, мы перешли на сайт Microsoft. Здесь нам нужно ввести ключ для Windows 7 и нажать кнопку «Проверить». На следующем этапе нам нужно выбрать язык нашей системы и нажать кнопку «Подтвердить». После успешной проверки мы получим одну или две ссылки на образы операционной системы. Если у вас 4 или более гигабайта в оперативной памяти, то выбирайте версию 4 бит. В ином случае выбирайте 32 бит. После скачивания у вас будет файл формата ISO размером от 2 до 4 гигабайтов. Далее нам нужна программа для записи этого образа на USB флешку. Лучшей, на мой взгляд, является бесплатная программа Universal USB Installer. Переходим на официальный сайт программы и скачиваем её. Программа не требует установки. Запускаем программу. Выбираем ту систему, которую мы хотим установить. В данном случае это Windows 7 Installer. Показываем путь к образу, который мы скачали. И выбираем нашу флешку. Также желательно отметить пункт FAT32 формат. Запускаем процесс. Итак, процесс завершён. Наша флешка готова. Закрываем окно. Если у вас на компьютере два или более диска, то я советую вам устанавливать Windows на первый диск. Обычно он обозначается буквой C. Если вы перестанавливаете систему, то вам нужно перенести все ваши ценные файлы на второй диск. Он обычно обозначается буквой D. Чтобы перенести ваши файлы на другой диск, вам нужно зайти в следующие папки. Папка Users. Также она называется папка пользователей. Здесь вы находите имя вашей учётной записи. Здесь вам нужно скопировать следующие папки. Это папка загрузки, рабочий стол, мои документы, изображения, мои видеозаписи, моя музыка. Копируете эти файлы на другой диск. Шаг 2. Настройка BIOS. Итак, всё готово к установке Windows. Если флешка не подключена к компьютеру, то подключаем её и перезагружаем компьютер. Чтобы компьютер загрузился с флешки, нужно сделать определённые настройки в BIOS. Для того, чтобы зайти в BIOS, нужно нажать клавишу DEL. Также это может быть клавиша ESC, F2 или F10. Какая именно клавиша, уточняйте в инструкции к материнской плате вашего компьютера или от ноутбука. Итак, мы зашли в BIOS. Используя клавишу со стрелками, перемещаемся на вкладку BOOT и заходим в подраздел Hard Disk Drives. В первой строке нажимаем Enter и выбираем свою флешку. Нажимаем один раз ESC, чтобы выйти в предыдущий раздел. Теперь заходим в подраздел BOOT DEVICE PRIORITY и также в первой строке нажимаем Enter и выбираем нашу флешку. Для сохранения настроек BIOS нажимаем клавишу F10 и подтверждаем клавишей Enter. Компьютер перезагружается. Альтернативный вариант загрузки с флешки – это выбор флешки через меню выбора загрузочного устройства. Такое меню есть практически во всех компьютерах и ноутбуках. Нажав на определённую клавишу во время запуска компьютера, открываем меню для выбора загрузочного устройства. Это может быть клавиша ESC, F2, F8, F10 или другая клавиша. Зная, как войти в это меню, вам не нужно делать какие-либо настройки в BIOS. При загрузке компьютера вы можете выбрать загрузку с вашей флешки. Шаг 3. Установка Windows. Итак, началась установка Windows. Появляется окно, в котором нам нужно будет выбрать параметры для установки. Нужно выбрать язык, формат времени и денежных единиц и раскладку клавиатуры. Выбираем нужные значения и нажимаем кнопку «Далее». Нажимаем кнопку «Установить». Принимаем условия лицензии. Нажимаем кнопку «Далее». В следующем окне нам нужно будет выбрать тип установки. Если вы обновляетесь в предыдущей версии системы, вам нужно выбрать обновление. Но в большинстве случаев нам нужно выбрать здесь полную установку. Выбираем полную установку. Теперь нам нужно выбрать диск, на который мы хотим установить Windows. Если у вас новый диск, то вам нужно будет создать разделы. Нажимаем «Настройка диска». Нажимаем кнопку «Создать». Указываем раздел. Например, 60 гигабайтов. Это 61440 мегабайтов. Нажимаем кнопку «Применить». Windows предупреждает, что хочет создать специальный раздел для системных файлов. Соглашаемся. Нажимаем «Ок». Итак, у нас появился наш раздел, который мы создали. Это 60 гигабайтов. Также есть «Незанятое место». Мы можем также создать второй раздел. Выбираем строку «Незанятое место». Нажимаем кнопку «Создать». Нажимаем «Применить». Теперь выбираем раздел 2, на который мы хотим установить Windows. Можем сразу же отформатировать его. Нажимаем «Форматировать». Нажимаем «Ок». Нажимаем кнопку «Далее». Начинается установка Windows. Установка Windows подошла к концу и сейчас компьютер перезагрузится. В следующем окне задаем наше имя и название компьютера. Вводим пароль, если хотим. В следующем окне нам нужно будет ввести ключ. Это также можно сделать в течение 30 дней. Нажимаем «Пропустить». Выбираем «Рекомендуем параметры». Нажимаем «Далее». Если вы подключились к интернету из дома или находясь в гостях, то можно выбрать «Домашняя сеть». Если вы на своей работе, то «Рабочая сеть». Если вы находитесь в общественном месте, то выбирайте «Общественная сеть». Итак, Windows установлена и готова к работе. Но для оптимальной работы системы нам надо ее настроить. Включим отображение значка «Мой компьютер» на рабочем столе. Также нам нужно будет отключить загрузочную флешку и настроить разрешение экрана. Итак, давайте отключим ненужные службы, которые замедляют работу компьютера. Перейдем в панель управления. Зайдем в «Администрирование», «Службы». Мы можем отключить службу Windows Search. Эта служба не нужна и она замедляет работу компьютера. Также рекомендую отключить службу вспомогательная служба IP. Служба SuperFetch. Обнаружение SSDP. Также отключаем удаленный реестр. Далее заходим в центр поддержки и отключаем контроль учетных записей. Итак, сделаем обновление компьютера. Появились обновления. Вы можете зайти и выбрать нужные для вас обновления. Какие не нужны, убрать. После того, как вы произведете обновление, рекомендую еще раз нажать поиск обновлений. Возможно, появятся новые обновления. Для того, чтобы установить драйвера, переходите на официальные сайты. Проверить, все ли драйвера установлены, вы можете через значок «Мой компьютер». Нажимаете правую кнопку, выбираете «Управление». Заходите в диспетчер устройств и проверяете, все ли устройства установлены. Если будет какое-то неизвестное устройство, вы можете воспользоваться программой для автоматической установки драйверов. На этом все. Если это видео помогло вам или вы узнали что-то новое для себя, то нажмите на большой палец вверх, напишите в комментариях о вашем опыте, советах. Подписывайтесь на канал интернет Вайфхак, чтобы первыми узнать о новых интересных видео. Если у вас возникли вопросы или проблемы, то напишите об этом в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова